Но иногда часто слышишь где-то в комментариях, на форумах пишут такие комментарии, что Да ходил я в ваш зал, в вашу качалку, там тренажерку, полгода походил, спина болит, плечи болят, колени ноют, приседать невозможно, все Вот когда не занимался, лучше чувствовал, реально так, действительно, человек не занимается, у него ничего не болит Как только пошел в зал, начал тренироваться, все заболело Но первый пункт, это потому что он начал сам тренироваться, откуда он знает вообще, как надо тренироваться Он пришел в качалку, почему он так думает, что качалка это для тех, которые самостоятельно могут тренироваться Что значит самостоятельно тренироваться? Откуда знания эти взяты? Из ютуба, товарищ рассказал, бабушка в завещании оставила Откуда у него понимание, что нужно тренироваться именно так, а не по-другому Он видит соседа, который тренируется, он с него берет пример Конечно, так, как он решил потренироваться, у него, естественно, через полгода начнут болеть колени Кто ему технику по приседаниям поставит? Вот рядом мальчик в рваных шортах, который пришел на два месяца раньше, он ему это подскажет Или девочка с выпеченной жопой, у которой лордоз такой, что страшно смотреть, думая, что у нее сейчас от пустого грифа позвоночник поломается Кто рассказывает друг другу? Все подряд, все подряд, кому не лень, все рассказывают Кто такой инструктор в зале? Инструктор в зале студента на второго курса физкультурного института Или там какой-то по туристическому делу будет профессионал Получил сертификат трехмесячный или двухнедельный, что он может тренировать Что он расскажет? Как он покажет? Кто знает, как нужно правильно приседать? Как делать правильно наклоны? Если человек пришел, у него немножечко сутулая спина Так, немножко, у него даже нету никаких записей от врача, что у него там сколиоз Или у него страшный какой-нибудь кифоз в грудном отделе Он просто немножечко сутулый Вот так чуть-чуть завалены плечи И он знает, что плечи надо качать, поднимать руки вверх Как он будет руку вверх поднимать? Он ее будет поднимать вот так Вот в таком положении он ее будет поднимать Она у нее не поднимется вертикально Он ее не сможет, у нее физически не будет А если ему кто-то скажет, подойдет и скажет, что нужно поднимать строго вертикально У него через 15-20 подъемов плечо будет болеть от боли Не от физической нагрузки, а от того, что просто у него сустав работает не в том направлении Потому что он уже привык вот в таком состоянии находиться Он не может ее поставить вот в такое положение Ему больно даже с пустой рукой Кто за этим следит в качалке? Конечно, человек с сутулой спиной будет пытаться поднимать вертикально штангу Конечно, девочка, которая думает, что хорошая задница Это зависит от мощного гиперлордоза Очень мощного прогиба в поясничном отделе Конечно, она его будет дальше прогибать Конечно, она будет стараться выпячивать задницу К чему это приведет? Это приведет к болям в пояснице Через полгода, через год это случится Хорошо, если она здоровая, крепкая Хорошо, кто-то, если ей подскажет Но нет, мы же видим даже в ютубе И даже чемпионы мира, чемпионы Европы Выгибают свою поясницу так, как будто бы Вот как у страуса Можно садиться и ехать вверху И они еще считают, что это все в порядке вещей Все нормально Колени Если вы приседаете на носках Это касается многих женщин Приседаете на носках Потому что вы на каблуках ходили То о какой нормальной загрузке ног может идти речь Поэтому нужен тренер в любом случае Нужен тренер Всем спокойной ночи или доброго утра С вами был Олег Хапаев Вы на моем канале Подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok